Ребят, всех приветствую! Сегодня у меня на канале. Сегодня мы отправляемся с вами в сказочную страну Италии. Сегодня мы будем готовить с вами классический итальянский рецепт пасты карбонары. Поехали! Для этого нам понадобится примерно 5-6 ингредиентов. Я их выложил у нас на столе. Это сыр пармезан, это будет копченый бекон, яйцо, паста, ну и, конечно, перец и соль. Да, я понимаю, сейчас как бы гурманы Италии откликнутся и, конечно, мне скажут, эй, Женя, так не готовят. Готовят как бы из гуанчелы, это как бы свиные щеки и вместо пармезана добавляют сыр пекорино. Да, я согласен с вами абсолютно, как бы я в Италии не был, но я как бы работал с итальянцами на кухне и мне как бы они показали вот такие, вот такой вот рецепт пасты. Да, вместо пекорино, да, как бы классического сыра мы добавляем сыр пармезан, ну а если он у вас есть, добавьте, конечно, пекорино. И вместо бекона копченого они добавляют гуанчелы. Ладно, значит так, поехали. У нас вода закипела, мы берем пасту, добавляем ее туда, воду обязательно подсаливаем, пасту оставляем в покое на минут 8-10, в зависимости от вашей пасты. Так, тем временем, пока у нас готовится паста, мы сделаем наши необходимые ингредиенты. Нарезаем бекон не сильно маленьким вот такими полосочками, чтобы если он, когда он ужарится, чтобы он не был слишком маленьким, вот такими вот примерно. Все отлично, отправляем это все на сковороду. Ребят, добавим сюда перчика, такого свежемолотого. Перец в этом блюде очень хорошо. Тем временем, пока у нас все остальные ингредиенты, вбиваем яйцо. Натрем в грамм тридца сыра пармезан. Вот так он будет где-то достаточно. Перемешаем его тщательно. По желанию, ребят, можем добавить чесночок, я люблю для аромата, поэтому я его добавлю, а потом уберу. Ну, вот какой у нас уже замечательный идет запах, просто неимоверно. Так, ну все, ребят, видите, наш бекон, все, жир у него вытопился. Сейчас мы вот просто снимем вот этот, уберем остатки этого чеснока, он уже сделал всю свою работу. Поэтому все, бекон у нас готов, тем временем у нас прошло 8 минут. Сейчас попробуем пасту, это в зависимости от вашей пасты, но порядка 80 минут. Да, все, паста готова, паста получилась аль денте. Все, отправляем пасту на сковородку, выключаем сковородку и выкладываем остатки нашей пасты. Все, вот так вот ее замешиваем, добавим немножечко бульончика и перемешиваем, перемешиваем. Так вот, замечательно, какой аромат, ребята, неимоверный. Все, сковородка у нас уже остыла, не горячая. Добавим еще немножечко перчика. Так, и наша подготовленная еще немножечко, она еще шкварчит. Еще поставим немножечко, положим водички. Будем добавлять наше яйцо с сыром. Паста у нас готова, еще немножечко перчика добавим и начнем ее сервировать. Возьмем нашу тарелку, это отставляем в сторону. И вот такими вот движениями выкладываем нашу замечательную пасту в тарелочку. Ну что, ребята, мы подошли к самой приятной части нашего приготовления. Будем сейчас ее дегустировать, так что запасайтесь, берите стаканчик воды или вина, если любите, и будем сейчас дегустировать пасту. Смотрите, какая она кремовая. То, что надо. Просто, быстро и со вкусом. Ребят, всем спасибо, кто сегодня присоединился на мой канал, посмотрел интересный рецепт классической конры Бенары. Всем ставим палец вверх, подписываемся на мой канал и поехали дальше больше.